Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Доброго дня! Вы смотрите канал «Самара Гиз», и сейчас в эфире программа о бродячих животных, о собаках и кошках, которые родились на улицах города и были выброшены бывшими владельцами программы под названием «Хочу домой». Да, и всегда не устаю напоминать, что мы рассказываем еще и о людях, которые решают эту проблему в силу своего статуса. То есть сотрудники приютов, чиновники департамента, ветеринарные врачи и просто жители нашего города-волонтеры. И вот именно их мы и приглашаем в нашу студию для обсуждения проблемы и, конечно, принимаем конкретные предложения. И сегодня мы увидим сюжет о человеке, который не побоялся взять собак из приюта, а также очередные видеовизитки про собак, готовых уйти из приюта к новым владельцам. И сейчас основное. Знакомлюсь с очередными гостями в студии, людьми, знающими каждую проблему в своем районе. Где, что, так или не так. И сейчас представляю гостей. Наилья Наилевна Ковегина, администратор сообщества зоозащитников «Каштанка». И Виктория Константиновна Михеева, активист-волонтер сообщества зоозащитников «Каштанка». Добрый день. Вопрос. Ну, наверное, немножко расскажите, какова ваша сфера деятельности в статусе волонтеров? Ну, я являюсь администратором сообщества «Каштанка», зооволонтеры, зоозащитники. Наша миссия – это, в первую очередь, помощь животным бездомным. Мы подбираем животных, мы их лечим с помощью своих собственных средств. И иногда обращаемся к некоммерческим организациям, ну, потому что иногда средств не хватает. Мы обращаемся к некоммерческим организациям, в первую очередь, вот, символ надежды. У вас есть какая-то своя база или это все-таки такое виртуальное общество? Ну, это виртуальное сообщество. Ну, как, мы, нет, мы друг друга знаем, мы общаемся, мы встречаемся. Очень благодарю Богу, что нас соединили, в общем-то, с единомышленниками, которые смотрят в одну сторону и мыслят. Вот. И вот мы этих собак подбираем, лечим сбитых, брошенных, отказников и пристраиваем. Сколько человек в вашем сообществе? 150 в данный момент. 150 человек в нашем сообществе. Вот. Ну, а вторая миссия, я бы хотела сказать, что это изменение сознания людей. Изменение людей именно к бездомным животным. Наша главная задача – это изменить мировоззрение современного человека к проблеме безнадзорных домашних животных. Что это не опасность на улице, что это наши друзья, и нам необходимо учиться жить вместе в одном обществе. Да, к сожалению, бывают и плохие моменты, и агрессивные, но тем не менее, что... Вы хотите, чтобы собаки остались на улицах нашего города? Или все-таки мы решаем проблему, все-таки уменьшение количества их на улицах нашего города? Мы стараемся решить проблему количества путем стерилизации безнадзорных животных. То есть это обязательно так же... Если бы даже мы всех стерилизовали, все равно остается еще проблема нестерилизованных домашних животных, которые убегают, находятся на самом выгуле. И необходимо обязательно обязать владельцев этих животных стерилизовать своих питомцев. Только так мы сможем решить проблему без появления новых волн безнадзорных животных. Вы... Хорошо. Давайте так. Вот сейчас люди, которые смотрят одни за, а другие против того, чтобы на улице нашего города были бродячие собаки. Все-таки полностью убрать бродячих собак из улиц нашего города? Или все-таки какую-то часть оставить? Нет, конечно, оставить. Всю жизнь, вот в моем детстве, сейчас даже, в некоторых дворах люди ставят будки даже. Это же прививает любовь к животным, то есть к меньшим братьям нашим прививает любовь. Вообще даже, понимаете, ну, в силу своей когда-то профессии, я понимаю, что если человек не... Ну, все начинается с малого. Если человек пнул собаку-кошку, значит, в следующий раз он пнет человека. Или ребенка. Ну, сначала ребенка, потом человека взрослого. То есть должны быть какие-то где-то... На общественной территории должны быть какие-то будки, какие-то маленькие загончики, где... Ну, можно, конечно. Или просто собаки свободно самовыгули. В настоящее время, конечно, больше собаки в свободном нахождении, да, потому что, ну, люди не все готовы ставить эти будки. То есть обязательно жители разделяются на за и против, как вы говорите, да, к те, кто кормит, к те, кто травит, к те, кто за собак, то есть любят животных, те, кто наоборот разжигает ненависть к этим животным. То есть и настраивает даже детей уже к этому, да, к этим жестоким действиям. То есть вот мы наблюдаем же, как ребенок там берет камень и бросает в эту собаку, которая просто лежит на асфальте. А родители что? А родители поощряют эти действия? Ну, не все, конечно. То есть вот... Так все-таки у нас больше положительных героев, любящих собак, или все-таки отрицательных? Я думаю, что все-таки больше положительных, потому что их не видно, их не видно, понимаете? Вот этих положительных, их не видно. Видно, то есть в соцсетях, по телевизору в основном показывают весь негатив. То есть если что-то хорошее случилось, у нас это не пиарится. У нас пиарится то, что катастрофы, ненависть, там, я не знаю, почему так вот. Поэтому мы и хотим поменять немножко мышление людей, изменить мир в лучшую сторону. Хорошо. Скажите, вот ваша каштанка, ваше сообщество, и скажите, вот много ли вы сейчас, вот за последнее время, много ли вам удалось пристроить собак по частной руке, ну, каким-то к новым владельцам? Ну, я не веду счет. Ну, примерно какая-то статистика есть? Ну, вообще достаточно много. Статистика, да, есть. Мы отслеживаем, мы контактируем со всеми приютами, дружим. Мы очень контактируем плотно с приютом Добрые люди. Оттуда мы в прошлом году, даже или в этом году, была выставка в Экспо-Волге. Мы забирали оттуда 8 собак, мы их всех пристроили, они сейчас все в добрых руках. Мы отслеживаем их судьбу, родители, хотел сказать, владельцы, да, владельцы, которые стали родителями этих собак. Они с добротой и радостью делятся с нами видеосюжетами об этих собаках и не устают благодарить, потому что они внесли в их жизнь какие-то изменения положительные. Они принесли любовь? Ну, да. Поэтому, да, очень много пристраиваются, несмотря на то, что, ну, конечно... А родители, а не хозяева? Хозяева. Хозяева. Я просто их назвала родителями, потому что даже в соцсетях, когда видишь пост, там, например, про брошенную собаку, мам, пап, найдите, пожалуйста. Слушайте, вот вы залозащитники, а иногда я наблюдаю в соцсетях еще есть и такие отрицательные отзывы, и говорят, слушайте, у них там что-то с головой не в порядке и так далее. Вот залозащитник, он все-таки должен быть до фанатизма увлечен в свои деятельности, или все-таки есть какая-то грань, через которую нельзя переступать, там, не знаю, там показывают фотографии, где животными спят, там, в кровати, там, целуются с ними и так далее. И вот он мой пупсик, и вот он, моя деточка и так далее. Что это? Это выбор каждого, лично хозяина собаки, то есть кто-то, у кого-то, для кого-то пёс – это его верный друг, с которым он там ходит на охоту, хотя мы этого тоже не особо прощали. Моя собака, я с ней. Я не могу спать, если она не со мной, да, то есть просто не могу заснуть. То есть это, соответственно, выбор каждого, да, во всех направлениях деятельности, будь то залозащита, вообще любая даже, даже работа, есть фанатики, фанатичные люди. Это их выбор, и как бы, да, случаются моменты, когда человек переступает эту грань и уже становится несколько ненормальным в своём поведении, но это его выбор. Мы не виним ни в коем случае. То есть главное – сохранять равновесие своей жизни между работой, личной жизнью и помощью убрадящим животным. Вы только собаками занимаетесь или ещё и кошками? Кошками тоже. Кошками-то, да? Кошками-то, да. У меня с Женей-то. Кого чаще берут, кошек или собак? Кошек. Ой, вы знаете, ну, одинаково, мне кажется. Вот в моей практике это было одинаково. Ну, вот был момент, когда мы также весной этого года из приюта «Добрые люди» пристроили 40 кошек. Опять же, с помощью зооприюта «Кот-бегемот», «Тольяттинского приюта». Вот, и спасибо им большое за это. Кота-кафе. Кота-кафе, да. То есть, ну, я больше, конечно, всё-таки собаками. У нас в группе есть люди, которые очень любят кошку. Я сама лично взяла из приюта «Добрые люди» кошку трёхцветку. Понятно. У нас время подошло к сюжету. И так хочу сейчас сказать о том, что мы посмотрим сюжет. Знаете, тема какая? Тема, где в том, что люди боятся, многие брать, боятся из приютов собак. Они считают это как-то зазорным или, наоборот, они больше отдают предпочтение домашним животным, именно породистым собакам и породистым кошкам. Но есть уже немало людей, которые берут из приютов бродячих собак и даже собак-инвалидов. И давайте посмотрим об этом сюжет. Лариса Мартемьянова, собаководца стажа, можно сказать, ветеран. Первая собака у неё появилась в 1991 году. Тогда в моде, кроме овчарок, в пятёрку популярности входила порода боксёр. Регистрация в первом зооклубе, участие в выставках, долгая счастливая жизнь первой собаки. После боксёра решила завести грифонов, у которых была бурная выставочная карьера. Потом грифончики постарели, как бы, и вот, ну, захотелось вот что-то и, как бы, и помочь тоже. Уже, ну, ну, не хотелось выставляться там что-то, а вот просто вот завести собачку для души. Недолго думая, обратилась в приют твои друзья. Удивлена то, что в каких условиях, в хороших, там находятся животные. Я как бы думала, что приют – это, ну, что-то не очень хорошее. Повезло, попала в хороший почти домашний приют. Первая собака оказалась дворняжкой по кличке Злата. Сейчас ей пять лет. Похорашкиру как она. Отлично, отлично. Мы счастливы. Да, и я, и она. Я, по-моему, больше. Вторую собаку взяла через год. Также пошла в приют твои друзья. На тот момент туда поступил пудль, как говорят сотрудники из черного приюта. Их еще называют фабрикой щенков или питомник нечистопородных собак. Там, естественно, многих собак выдают запородных, получая от них потомство для продажи. Вот она поступила вот из этого черного питомника в очень плачевном состоянии. То есть было, ей было на тот момент три года, но от нее избавились из-за того, что она уже не могла рожать. То есть ее использовали. Она весила, была вся практически без шерсти. Весила два с половиной килограмма, истощенная. И, в общем-то, Марина Владимировна позвонила мне и сказала, что вот есть такая собачка. То есть, ну, возьмешь, чтобы ее выходить. Ее нужно было выходить. И было 50 на 50. То есть, удастся ее выходить или нет. Софи, так зовут собаку, поправилась, окрепла и стала полноправным членом собачьей семьи Ларисы. А спустя полгода позвонили снова из приюта и попросили о помощи забрать Мопса и снова в плохом состоянии. И опять Лариса не осталась безучастна. Потратила много сил, времени, которого, слава богу, было предостаточно, и финансов, чтобы поднять на лапы нового члена собачьей семьи Мопса. И вот уже три года тип Барабансон, дворняжка, Пудель и Мопс по три раза в день выходят со своей хозяйкой в старенький двор в центре исторической Самары, довольные и счастливые своей новой жизнью. Ну что же, совершенно замечательная женщина, которая взяла к себе домой трех бездомных собак. И, уважаемые зрители, хочу тоже сказать от себя, не бойтесь ездить в приюты, брать собак. И, конечно, прежде чем брать, подоблюдайте за их поведением, чтобы собака была не агрессивная и чтобы она не боялась посторонних лиц. Ну, а мы дальше продолжаем разговор с нашими гостями. Итак, хорошо. Самый главный вопрос, который спрашивают, и как выйти из состояния, вот из этого положения, огромного количества собак на улицах нашего города? Самое главное, стерилизация, стерилизация, стерилизация. Стерилизация всех собак, не подлежащих племенному разведению. Потому что даже домашняя собака, она в момент гона, она убежит, чтобы створить дальнейшее потомство. Это гормоны, это природа, этого не поменять никак. И, соответственно, через какой-то промежуток времени, несколько лет, мы в итоге получим уменьшение популяции как бездомных животных, так и никому не нужных рожденных животных у всяких бабушек от кошек и собак, которых они выпускают погулять. Хорошо. Вот сейчас, по данным Департамента ветеринарии, у нас порядком информации на 1 июля этого года, примерно посчитали собаку. 8554 собаки. От которых смогли посчитать? Да, которых, наверное, смогли посчитать. А есть еще дикие, которых вы не увидите никогда, потому что они дикие. 8 тысяч, представляете, это надо сейчас одномоментно собрать всех людей, которые заинтересованы в том, чтобы собак на улицах не было, вот этих бродячих. И мы должны прямо целыми днями бегать за этими стаями и вылавливать их для того, чтобы всех загнать в приют. Но у нас, к сожалению, нет такого приюта сейчас на такое количество мест. Да, готовятся новые площади под заселение порядка около 2,5 тысяч мест. В приюте добрые люди. Что делать-то сейчас-то? Все-то. Нужно взаимодействовать с администрацией, с главами города. Взаимодействовать как-то вместе, решать эту проблему. Мы готовы помогать, мы готовы тоже, пусть нас обучат отлавливать, и мы будем тоже помогать ловить, стерилизовать, но выпускать, конечно, не агрессивных собак. А как вот определить, агрессивные они или не агрессивные? За время прохождения вот этой программы ОСВВ, я думаю, можно отследить, какая собака агрессивная, а какая собака нет. Мы часто очень бываем в этом приюте добрые люди, и видим, ну, видим изменения в собаке, то есть видим, как агрессивные они остаются в приюте, их не выпускают, а в основном выпускают не агрессивных. Я сама лично, даже первый раз, иной раз подхожу, захожу спокойно, беру собаку. Она не агрессивная. Советская система борьбы с бродячими животными, она была жестокая. Да, была жестокая. Вы знаете ее? Помните ее? Ну, помню. То есть собаку ловили и в газовую камеру. Да. Все, на этом все. И поэтому у нас было мало бродячих собак. Это массовое убийство, это, конечно, очень жестоко. Сейчас, естественно, запрещено это делать, но многие люди этого не знают. Ну, многие люди, жители нашего города, решают эту проблему другим способом. Они травят их. Еще более жестоким способом они травят. Их травят. Убивают. Убивают, стреляют. Все, что только не происходит. Даже у нас в апреле на территории гаражного массива, подсчетной нам, 9 собак за месяц убили. То есть кто-то приходил и убивал собак раз в неделю изощренными различными способами. Но это же уголовная ответственность. Да, это уголовная ответственность. Мы подали заявление в полицию. Несколько заявлений подавали. Но оно легло на полку. Да. К сожалению. Нас пришли его отозвать. Ага, хорошо. 245-я статья Уголовного кодекса. Как вы думаете, работает она или нет? К сожалению, она не работает. Она... Мы добивались... Не работает статья или все-таки не работают люди, которые по меру своих обязанностей должны принимать эти заявления? Вы знаете, статья бы заработала, если бы люди были, которые принимают эти заявления, которые относятся к своей профессии, скажем так, профессионально. Если бы она с профессиональной точки зрения подходит к этому вопросу, то статья бы заработала. То есть это нужно, ну, как в фильме «Офицер» в честь имею. В фильме «Офицер» человек отношение к бездомному животному. Как менять эту психологию? Это нужно из детства, чтобы родители, и также в школах, возможно, начальной школе, обучали о том, что это наш друг, а не о том, что это то, чего нужно бояться, то, что нужно убивать, что происходит сейчас. Сейчас в итоге мы получаем какой-то слой населения ожесточенный и испуганный. А вот ваше предложение по поводу того, чтобы донести информацию до людей, до школьников, до молодого поколения нашего, что бы вы сделали? Мы бы могли прийти в школу точно так же, на какие-то классные часы, например, да, пообщаться с детьми, то есть показать им слайды или даже, можно даже экскурсию. Объясните, как правильно вести себя с диким животным, чтобы оно на тебя не напало. Да, меры предосторожности. Самые простые, да, меры, то есть не брать палку, не раскидывать все руки, не кричать, и тогда животное, даже которое, возможно, агрессивное, оно не проявит никакого внимания к человеку. Коротко, хорошо, давайте так, вот смотрите, вы предлагаете собаку в добрые люди, в добрые руки, так? Как вы уговариваете людей взять эту собаку? Никто не уговаривает. Никто не уговаривает, как мы можем уговаривать? То есть, тогда через полгода человек из-за убеги? Человек, и мы ищем тех, кто ищет нас. Мы ищем тех, кто ищет нас. Кто и хочет завести собаку, они приходят на выставки, они сами ищут приюты. Но мы готовы, опять же, ведь раньше же были кинологические службы в каждом районе города, где можно прийти со своей проблемой, даже с домашней собакой можно было прийти, общаться. То есть, были вот эти вот общества, сообщества. И можно же это все возобновить. И также, если, например, у человека возникли вопросы, как можно предостеречь себя от нападения собаки, как в каких-то дворах можно... Сейчас же пишут во дворах объявления, что елка, приходите, там, точно так же можно повесить это объявление, что сегодня состоится собрание по поводу, как предостеречь себя от нападения бездомной собаки, как не проявить агрессию против этой собаки. Слушайте, хорошие-хорошие предложения. То есть, вот, можно сказать, вы уже бросили в копилочку общих предложений свое хорошее предложение. Да, действительно, кстати, можно во дворах это все делать и клеить объявления. Слушайте, я согласен с вами совершенно. Ну, а сейчас предлагаю посмотреть очередную нашу рубрику видеовизит. И еще раз хочу напомнить, уважаемые зрители, если вам понравилась собака или кошка, просьба, запоминайте, из какого приюта. Мы обязательно будем писать эту информацию в титрах на каждую собаку и кошку. Этот пес больше похож на Ротвиллера. Нашли его недавно в промышленном районе Самары. Очевидно, жил в доме или квартире и потерялся, так как есть повадки, слушаться на повадке и выполнять простые команды. Ему примерно около трех лет. Сотрудники приюта надеются, что найдется хозяин, поэтому пока назвали его Найденыш. Пожалуйста, обратите внимание, очень добрый, очень классный пес. Пес по кличке Найденыш ждет с нетерпением своего хозяина и очень хочет уйти из приюта в свой дом к любящему владельцу. Обращаться. Плюс семь, девятьсот двадцать семь, семьсот пятьдесят пять, тридцать девяносто девять. Сообщество Каштанка. Этого очаровательного котенка нашли в одной из деревень недалеко от Самары. Забрали его волонтеры, когда поняли, что мама кошка погибла. Сейчас ему три месяца уже приучен к кошачьему туалету. По характеру она ласковая, она прям такая ручная девочка. Красивая. Средняя кошка. Любители дымчатого цвета, это ваш котенок. Если вы позвоните по телефону, плюс семь, девятьсот двадцать семь, семьсот один, тридцать шесть, тридцать восемь. Зоогосприют. Кот. Бегемот. Этот котенок может стать звездой любителей фотосессий. Необычный, тигровый. Полосатый окрас вызывает восхищение. Его также нашли и привезли из деревни. Сейчас ему три месяца, и он ждет своего хозяина. Это брат. Мальчик. Котенок с картинки. Котенок с картинки. Действительно, окрас очень необычный. Он рыжий с такой вот каким-то... Мне кажется, это даже у какой-то породы есть такие котята необычные. Это мальчишка. Мы его назвали Лео. Ну, куратор его назвал, мы не стали по-другому называть. Вот. Хороший. Тоже такой прям ручной. Обработанный, вакцинированный. В общем, все уже прям. Готовый уехать в семью. Необычный по окрасу, добрый по натуре котенок. Приученный к лоточку, ждет своего хозяина и очень хочет уехать домой. Позвоните по телефону в Зоогосприют. Кот. Бегемот. Плюс семь. Девятьсот двадцать семь. Семьсот один. Тридцать шесть. Тридцать восемь. На вид похоже на лису. Посмотрели на нее и дали сотрудники приюта кличку «Лисичка». Попала год назад со щенками. Успешно их выкормила. Далее ей провели все необходимые процедуры по вакцинации и стерилизации. Это самая-самая наидобрейшая собака. Она всегда встречает, она всегда ласкается. И даже где-то она услышит, что ее зовут, она всегда подходит. Даже она будет не видеть человека, ее позвали, она оглянулась и побежала. Она контактная очень с детьми. То есть она подходит, ласкается, ни разу от нее не слышит, что она загавкает, залает или еще что-то там. То есть самая наидобрейшая собака. По своему характеру лисичка достойна уйти из приюта в новую домашнюю среду к любящим ее владельцам. А лисичка хочет домой. Обращаться по телефону 8-927-686-0790. Всего два приюта имеют контракты муниципальные по отлову животных. Это «Добрые люди» и второй приют «Хати». Вы им помогаете как-то? И вообще они просят вас о помощи? У вас есть какое-то взаимодействие с этими приютами? Взаимодействие, конечно, есть. Мы общаемся, мы приезжаем туда, иногда помогаем физически. Опять же, забираем собак. В основном мы... Вот смотрите, есть зоозащитники, которые просто сидят в телефонах своих, там, за компьютерами. И там ля-ля-ля, ля-ля-ля, какие же вы жестокие и так далее, и так далее, да? Вы к какой категории себя относите? К зоозащитникам практики или зоозащитники-философы? Зоозащитники практики. Исключительно практика. Исключительно практика, да. Но никак не диванные зоозащитники. Потому что я иногда приезжаю в приют, и мне говорят, слушайте, вот эти зоозащитники нас замучили в этих соцсетях. Да, очень много. Я вот хочу даже обратиться к этим зоозащитникам. Прежде чем вот вы критикуете, да, вы съездите в этот приют, посмотрите сами. Если вы можете помочь, помогите. Но не нужно по слухам, по каким-то сплетням создавать вот эти посты и разжигать еще более, более такую ненависть к бездомным животным. Вот я вот хочу обратиться к вам. Все-таки комментарии возьмите, отвезите животное в приют, пожалуйста, заберите у этого человека животное, оно же там страдает. Нет, никому это не нужно, потому что это исключительно привлекает агрессию точно таких же людей. И начинается перепалка. Свара, собачья свара, да. Да, поэтому мы исключительно берем и делаем. Никаких философских рассуждений, потому что это ни к чему не приведет, и это никому не поможет. Только исключительно потреплет нервы всем сторонам конфликта. Вы отслеживаете как-то судьбу тех собак, которых взяли? Да, лично тех собак, которых я пристраивала. Я не просто там звонки или пришли с меня фотографии, я лично приезжаю и общаюсь с животным. Я безумно рада видеть именно тех животных, которые пожили у меня и получили пристройство, и они также помнят меня. И это невероятная радость. Я же мурашками покажу. Ну и последнее. Сколько собак сейчас на данное время находятся у вас в приютах, которых вы хотели бы определить? Ну, примерно. Мы не ведем статистику, не считаем, но очень много. Не только в приютах, на передержках. У нас и на частных передержках. И не только в родящих тестах. Давайте сразу про мое предложение. Мы можем связаться с этими людьми в дальнейшем и сделать какой-то сюжет об этих людях. Конечно, конечно. Запишите себе, пожалуйста. Мы очень будем рады посетить вот такие семьи, куда попали бродячие собаки и кошки. И мы обязательно все это осветим в нашей программе. Кто вам помогает? Самый главный вопрос всегда, который я тоже слышу везде и в соцсетях читаю. Как вы выживаете? Вообще мы существуем на свои средства. Да, мы кидаем клич, мы вот в группе, именно в группе пока. И еще мы получаем помощь, мы встречаемся с теми, кто готов оказать помощь. То есть мы находим животное, чувствуем, что мы не потянем финансово. Мы обращаемся в НКО, символ надежды. Они любезно соглашаются помочь нам, то есть начинают вести финансово. Мы курируем это животное, а финансово ведет символ надежды. А в качестве помощи не финансовой, а ручной, активной, помогают все, кто может пожелать. У кого есть свободное время, у кого есть возможность в данный момент съездить, сопроводить автомобиль. Возможно, какие-то там сетки, удавки, принадлежности. То есть мы, как одна большая семья, мы помогаем все друг другу. И только будучи вместе, мы можем существовать, содействовать, да, и помогать животным. Время нашей программы завершилось. Думаю, мы хорошо побеседовали с гостями в студии по существу нашей темы. Напоминаю информацию по всем видеовизиткам. Информация по всем видеовизиткам есть на сайте и во всех соцсетях. Набирайте программу «Хочу домой», и там есть вся информация. Ну, а вы смотрели программу «Хочу домой» на телеканале «Самарегист». Всего вам доброго, до встречи. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовой поддержки Министерства цифрового развития.